Добрый день, уважаемые дамы и господа, участники конференции, форума, очень важного и представительного. Хотелось бы от лица делегации Казахстана поблагодарить организаторов за приглашение принять участие. Мы с удовольствием откликнулись для того, чтобы еще раз обсудить различные аспекты очень сложной проблематики, связанные с взаимодействием государств, религии, с религиями взаимодействия. Вообще, роли религии в устойчивом развитии мира и отдельно стран. Я думаю, что в целом сегодняшнее обсуждение и вчерашнее, вот уже третий день, для нас очень полезно в плане обретения нового опыта, рассмотрения различных аспектов новых, которые мы в последующем должны учитывать в своей работе. Я представляю комитет по делам религии нашей страны, поэтому мы являемся уполномоченным органом по взаимодействию. Государство с религиозными объединениями, поэтому специфика нашей деятельности всегда связана не столько, как с научной, может быть, анализом, а сколько практическим применением подходов к работе. Я хочу сказать о том, что у нас в стране действует 18 конфессий, более 3,5 тысячи религиозных объединений различной направленности. Наша страна является светским государством, где всем религиозным конфессиям представлены равные права и возможности. Мы выступаем за конструктивное взаимодействие государства и религиозных конфессий. В этом ключе, конечно же, мы заинтересованы в привлечении потенциала религиозных объединений в решении общественных проблем, социальных проблем, поскольку проблема общества невозможна решить без самого общества и его институтов. Поэтому, конечно же, взаимодействие религиозных объединений и государства сегодня приобретает очень важные значения. В данном случае хочу сказать о том, что на самом деле у нас достаточно либеральные условия для деятельности религиозных конфессий. И закон, который у нас действует уже четвертый год, создает условия для законной деятельности религиозных конфессий. При соблюдении соответствующих требований они имеют возможность не только работать внутри, как уже было сказано, в культовых учреждениях, но и работать в общественной сфере. Нет никаких ограничений для этой деятельности. Есть требования соответствующие, и они очень прозрачные, понятные, равные для всех. И нет никаких преимуществ для кого-либо. Поэтому я думаю, что все зависит от самих конфессий. И я вынужден отметить о том, что действительно могут быть, и, наверное, не только у нас, некие стереотипы религиозных объединений, которые часто в обществе обсуждаются, и средства массовой информации обхватываются. Но я думаю, что преодоление этих стереотипов в первую очередь должны роль играть сами религиозные объединения, которые могут соответствующим образом позиционировать себя, свою деятельность. И часто бывают случаи, когда мы сами заинтересованы в практической деятельности взаимодействия с религиозными объединениями, не получаем оттуда соответствующего обратного реакции положительной. И такую же реакцию иногда видят и наши средства массовой информации, которые к нам обращаются за помощью, чтобы мы помогли им некие организовать встречи с религиозными конфессиями. Я думаю, что в данном случае нельзя говорить только, что и требовать только от государства. Сами религиозные объединения должны развиваться, должны соответствовать новым требованиям времени, быть открытыми для общества. И я думаю, что вот пример участия религиозных конфессий в организации даже сегодняшнего форума показывает, какие возможности есть и как нужно работать для других конфессий. Поэтому я думаю, что такое взаимодействие мы сегодня так или иначе организуем с нашими религиозными конфессиями. Уже было сказано, что у нас есть вообще различные диалоговые площадки, которые мы не только взаимодействуем, созданные для взаимодействия государства и конфессии отдельности. У нас такие институты уже работают много лет. У нас теперь уже последние годы новый тренд – это взаимодействие самих конфессий между собой. И в этом контексте актуально сейчас создание новых диалоговых площадок. И они сегодня показывают свою практическую полезность, поскольку есть уже примеры положительного совместного проведения благотворительных и иных акций. У нас были несколько землетрясений, сходов сели только в этом году. И наши конфессии, объединив усилия, помогали пострадавшим. В том числе у нас были очень много примеров положительных помощи конкретным семьям. Я знаю, что только одно религиозное объединение в этом году, крупное религиозное объединение, помогло более 5000 наших детей из малообеспеченных семей собрать детям одежду, учебники, портфели, все такое для школы. И это примеры конкретных совместных проектов государственных финансовых средств. Содержатся в части и их реставрируют за счет государства. Я думаю, что это тоже очень большой пример того, как мы вместе понимаем о необходимости взаимодействия, сотрудничества, сохранения общественного согласия в странах. И сегодня новый тренд в работе – это профилактика нарушений законодательства в сфере религии, недопущения использования религии в деструктивных целях. То есть это мы можем видеть на примере радикализма религиозного, который потом может привести к экстремизму и терроризму, извиняюсь. Поэтому сегодня наши религиозные конфессии активно работают со своей паствой в сохранении и формировании, вернее, иммунитета к таким деструктивным явлениям. Я хочу сказать о том, что с 2011 года, когда был принят закон новый и были выстроены некие рамки или правила взаимодействия государства и конфессии, у нас с каждым годом сокращается количество нарушений законодательства. И в геометрической прогрессии, если у нас в 2012 году мы получили около 300 таких вот резонансных фактов нарушения законодательства, то только в этом году их сократилось в более чем пять раз. И поэтому я думаю, что такие формы взаимодействия, разъяснения, они дают свои результаты. Я хочу сказать о том, что вот эти диалоговые площадки, которые существуют у нас по всей структуре вертикали административного деления, они помогают, и этот закон, который у нас был принят, он в целом способствует тому, что государственные органы стали теснее взаимодействовать с конфессиями. И конфессии сами стали через эти диалоговые площадки поднимать вопросы, и мы вместе ищем пути решения их проблем. Я думаю, что такие вот примеры, они должны быть дальше пропагандироваться. Я хотел бы отметить один аспект, который мне кажется важно отметить. Вот вчера этот вопрос тоже будировался, поднимался, я свои вопросы задавал. У нас есть, я думаю, что эта проблема в многих стран растет уровень религиозности, при том очень даже серьезно. При этом почему-то не сокращается количество преступлений, фактов различных наркомании, алкоголизма, я не знаю, еще каких-то социальных таких проблем. Хотя как бы логично было бы, что если растет религиозность, и должна расти и духовность общества, и его состояние должно улучшаться, и отношение к таким вот негативным явлениям социальным должно расти общество. К сожалению, этого мы не наблюдаем. И даже в той же Турции, которую я говорил вчера, пример приводил, очень даже у религиозного общества, я думаю, да, и тем не менее, такие факты есть. Это что? Говорит о том, что у нас религия не выполняет некие свои какие-то функции, либо она, вот эта религиозность, она внешне только отражается, а в глубине все-таки у нас до сегодняшнего дня еще нет понимания, на самом деле, что такое религия, я думаю, это такой вот дискуссионный вопрос. Что хотелось бы сказать о том, что мы сегодня в потенциале видим и среди лица конфессии наших сторонников, партнеров в развитии нашей страны. Мы неоднократно на глава нашего государства, но султан Назарбаев в своих речах говорил о том, что даже борьба с религиозным экстремизмом не должна превращаться в борьбу с религией. И он также говорил о том, что до 2050 года у нас есть стратегия развития, где он определил роль каждой сферы, наверное, и там было определено, что религия своего рода должна сыграть здесь положительную духовную роль в реализации целей развития, в том числе, если религиозное объединение будет способствовать продвижению таких ценностей, как образование, что они делают, занятость, трудоустройство, морально-нравственные какие-то принципы. Я думаю, что это будет неким положительным духовным фундаментом, который будет способствовать целям развития не только нашей страны, да и в целом развития самих религиозных объединений в первую очередь, но и ситуации в мире в целом. Хотелось очень многое, конечно, сказать, но я думаю, что основные вещи я все-таки уже сформулировал, я в дальнейшем могу потом в своих ответах на вопросы какие-то аспекты еще дорассказать. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!